Kodashop. Официальный дистрибьютор игровой валюты, как в нашей Mobile Legends, так и в нескольких других популярных играх. Цены в Kodashop ниже, чем в Google Play или App Store. Для пополнения тебе даже не потребуется регистрация, а платить можно с помощью карты Visa или MasterCard, Kiwi или Яндекс деньги. Приобрести можно как алмазы, так и звездного участника. Давай покажу, как это сделать на примере моего АКа для стримов. Заходишь по ссылке в описании этого видео, внимательно вводишь свой игровой ID и сервер, выбираешь нужное количество алмазов и оплачиваешь удобным для тебя способом, после чего перезаходишь в игру и алмазы у тебя уже на счету. Да, все просто, удобно, быстро и дешевле, чем традиционный способ. Для удобства можешь сохранить мои ссылки в закладках. Вперед с 17 июля по 22 июля будет раздача призов в виде кодов на почту при пополнении банковскими картами. Пользователь обязательно должен ввести свою почту, иначе не получит подарок. Самые активные 10 пользователей получат облик звездного участника Сильвана от Монтунаф. Мур, привет, друг, это Зверько. Разрабы ML учитили новый фокус, и не на все тестовые серваки добавили нового героя Амона, братишку Гассена. Но приложив усилия, я таки получил нужный сервак. Давай разберем этого фаната BTS. Амон. Легенда о Бэнг Бэнге. Амон – убийца с магическим уроном, со способностью уходить в невидимость. Что же у него по навыкам? Первый навык – клинки души. Очень напоминает второй навык циклопа. Вначале Амон кидает один клинок в цель и призывает вокруг себя еще пять штук. Разлетаются они по принципу шаров циклопа, то есть летят в ближайшую цель. Отмеченная цель получает бонусный урон от каждого клинка, но если целей будет несколько, то урон разделится. После первого попадания от цели вывалится клинок, и если Амон его подберет, то уйдет в хайт и получит ускорение. Про невидимость и бонус от нее расскажу в пассивке. Сразу проблема – этот мелкий клинок сложно заметить в бою. Второй навык – клинок убийцы. Амон кидает клинок, нанося урон, и когда клинок возвращается, Амон уходит в невидимость. Фишка в том, что можно даже бросать навык в воздух, и все равно получить невидимость. Ульта – бесконечные клинки. Напоминает усиленный первый навык, при том, если у цели здоровья ниже 30%, урон возрастает в половину. Клинки могут атаковать и вторую близкую цель, но атакуют только две геройские цели и одну не геройскую. Такое разделение усложнит ганг в лесу. Чтобы увеличить количество клинков ульты, с 6 до 12 придется копить пассивку. Вот эти три загарючки над героем. Дальше сложнее. Пассивка – невидимая броня. Отлетающий клинок первого навыка, второй навык и убийство либо ассист накладывают невидимость на Амона. Хайд дает ускорение бега на 70%, и ты не можешь быть выбран целью. Получаемый урон не делает тебя видимым. Первая базовая атака из невидимости телепортнет тебя к цели, и нескольких следующих атак будут с увеличенным уроном и дальностью. Урон вместо физического станет магическим. Длится обкаст 2,5 секунды. Каждый удар, нанесенный заряженной атакой, ускоряет перезарядку первого навыка на полусекунду. Итак, чтобы усилить ульту, надо собрать три стака клинков над головой. Один стак ты получаешь за подобранный нож первого навыка, второй стак, если твой второй навык заденет какую-нибудь цель, ну а третий – за убийство ассист противника. С достаточно быстрым КД можно обойтись с первыми двумя способами. Что по ощущениям? Ближнику подбирать еле видимый клинок на земле неудобно. Его однозначно сделают более заметным. С помощью заряженной атаки можно прыгать к противнику через стену, а обратно как – только вспышкой. Потому что у нас только один эскайп, все та же невидимость. А это довольно слабоватый вариант, потому что ОМОН ловит неприцельный урон, находясь в невидимости. На мой взгляд, сам урон у ОМОНа довольно слабоват, но я уверен, его еще поднимут. На этом все. Подписывайся на канал и напиши в комментариях, как тебе этот перс. Удачных боев, друг! Они жив, чтоб победить, что любого должен не убить.